В информационном центре Балаковская АЭС подвели итоги регионального конкурса реферативных и исследовательских работ «Атомная энергетика. Гордость России-2019». Совместный проект Управления информацией и общественных связей Балаковской атомной станции из ГТУ имени Юрия Гагарина проводится в этом году уже в шестой раз, но не перестает удивлять компетентные жюри. Каждый раз очень интересно наблюдать за тем, как растут и развиваются в своей языковой и профессиональной деятельности участники. Опять удивили ребята. Появились новые лица, традиционно одни и те же. Участники продолжают из года в год проезжать и показывать свои результаты. Сегодня были новые лица и тоже показали себя с очень хорошей стороны. В этом году на конкурс поступило более 60 работ. Три с половиной десятка из них вышли в финал. Свои размышления на тему атомной энергетики представили не только ученики Балаковских школ, но и ребята из Саратова. Большой интерес. Жюри, конечно, вызвали работы, в которых участники проводили какие-либо практические опыты, либо предлагали необычные проекты. У вас в благодарственной почве вы можете и простейшие социсследования среди своих одногруппий проводить, а можете взять в руки молодой человек, который проволочку, баночку, небольшой аккумулятор или интернет, и пытался построить с той же сетью успеха простейшую реализационную камеру. Кроме этого, особое внимание рефератам, которые школьники написали сами. Изучив различные источники, они просто скачали из интернета. Моя тема – это история развития атомных электростанций. Мне эта тема больше всего заинтересовала из всех представленных в списке, поэтому я заинтересовалась самой историей. Моя тема – это влияние обработанных радиацией продуктов питания на человека. Плюсы и минусы. Я провел исследование, замерил счетчиком, дозиметром СОИКС продукты города Саратова, взял пробы с рынка, гипермаркетов и со своей дачи. Все продукты были вставлены в норме, НРБ 66-2009, и опасности не несли. Тема моей работы была установка по осуществлению управляемой термоядерной реакции. Это энергия будущего, по мнению многих исследователей и ученых. Заключается она в слиянии ядер легких и образовании из них более тяжелого ядра. Темы, которые выдавались ребятам для их исследований, одновременно простые и сложные. Экологическая безопасность, проекты Росэнергоатома, культура безопасности в ядерной энергетике. Информацию об этом найти легко, а вот представить ее с необычной стороны непросто, но и новые темы этого конкурса вызывают интерес у школьников. Поскольку сегодняшний конкурс у нас посвящен 65-летию пуска первой атомной электростанции в мире, здесь добавилась еще тематика по первой атомной электростанции и цифровой технологии, поскольку время диктует свои условия. Самая популярная тема – это проект Росэнергоатома «Взгляд в будущее», потому что на сегодняшний день детей это действительно интересует, поскольку очень многие дети хотят работать и на атомной электростанции, и также, естественно, в самом Росатоме. Им это интересно, потому что за энергетикой будущее. В конкурсе участвовали ученики 8-11 классов, которые уже задумываются о будущей профессии. Поэтому их исследование в рамках конкурса – это небольшой кирпичик-фундамент будущей профессии. И, судя по всему, большинство учеников и их педагоги уверенно идут к поставленной цели. Победители и призеры этого конкурса получают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ СГТУ. Тема доступная для любого возраста учащегося. Тем более, что мы прививаем гордость за наш город, что в нашем городе находится самая мощная в России атомная электростанция. Авторы всех работ, которые вышли в финал, получили сертификаты участника. Победителям и призерам вручили дипломы, которые при поступлении в СГТУ дают прибавку к сумме баллов по ЕГЭ. Ну и, конечно, все получили памятные сувениры и подарки от Балаковской АЭС. Продолжение следует...